Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. На контроле прокуратуры края подробности конфликта с ножевым ранением в барнаульской маршрутке. Миллиарды на заводы. Кто и зачем поддерживает вложения в промышленность региона? Гигантские находки. Грибники края вышли на тихую охоту. В каких районах найдены самые крупные грибы? 26 миллиардов рублей планируют вложить в предприятие края Минпромторг России. Об этом заявил вице-премьер правительства страны Денис Мантуров, который побывал на заводах Бийска. Подробнее об этом в нашем первом сюжете. То есть это универсальное средство. Если горло болит, поскольку содержит йод, убивает и бактерии, и грибки, и вирусы. Вице-премьеру показали, что производят на одном из крупнейших фармацевтических предприятий региона. В большинстве своем это известная аэрозоли, к примеру, препарат от астмоса льбутамол, которым болта и витамины успешно замещают немецкие аналоги. Уже после экскурсии губернатор предположил, что Бийск может по праву считаться не только наукоградом, но и фармаполисом, так как его предприятия вносят значительный вклад в развитие фармацевтической промышленности России. В АВАР крупное предприятие работает, тоже более полутора тысяч работающих, и продолжает реализовать инвестиционные проекты, связанные с производством лекарственных препаратов в твердой форме. Вообще около 20 предприятий в Алтайском крае имеют лицензию на производство лекарственных препаратов, поэтому в этой части и многие из них сконцентрированы как раз здесь, в Бийске. Побывал Денис Мантеров и на Бийском олеумном заводе, где знакомился с тем, как реализуется инвестиционный проект по наращиванию мощностей предприятия. На развитие некоторых направлений завода выделят порядка 15 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер. Я убедился, что коллеги подготовились качественно к реализации этого инвестиционного проекта. И сегодня мы с руководителем предприятия, я с собой пригласил руководителя колдинга Техмаш, договорились о повышении на 30% заработной платы на предприятие. Мантеров, по сути, побывал практически на всех крупных промышленных предприятиях региона. Такую возможность вице-премьеру смогли предоставить, организовав выставку, где руководители заводов и фабрик Алтайского края рассказывали об успехах и демонстрировали свою продукцию. Кстати, многие активно участвуют в разного рода федеральных программах. К примеру, БТК получил 3 миллиарда рублей из фонда развития промышленности, благодаря чему удается обновлять производство. Мы сегодня осуществляем уже частично автодское производство обновили на выпуск 12 миллионов погонных метров в свой парк Столочин. Вице-премьер отметил, что инвестиции от Минпромторга получат сразу несколько предприятий края, среди которых Рубцовский машиностроительный завод. Общая сумма инвестиций в промышленные предприятия составит 26 миллиардов рублей. Практически, наверное, по всем предприятиям, с кем мы сегодня общались, мы видим, во-первых, заинтересованность в развитии, а во-вторых, понимание того, какими инструментами можно воспользоваться совместно с региональными мерами поддержки и федеральными. У региона большие перспективы и хороший потенциал, отметил вице-премьер. Губернатор добавил, что итоги 22-го года в крае были неплохими. Рост в сфере промышленности составил 2%, а уже за первое полугодие 23-го – 7,5% к уровню прошлого года. Предприятия края за счет поддержки от федерального центра решают важные задачи по импортозамещению. К тому же, в регионе идет и большая работа по решению одной из главных задач – привлечению кадров на промышленные предприятия. Татьяна Голубева, день с толком. Чемпионы Олимпийских игр, мировых и европейских чемпионатов в составе хоккейных сборных СССР и России приедут в Барнаул. В столице края состоится гала-манч звезд советского и российского хоккея. Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Якушев и другие выйдут на лед Титофарены. Противостоять им будут воспитанники хоккейных школ, ветераны «Мотора» и игроки ночной хоккейной лиги «Бочкари 40+. Кроме игры в хоккей, для болельщиков будет организована фотограф-сессия, а также мировые звезды проведут для подрастающего поколения мастер-класса на базе «Карандин-арене» в Барнауле, ледовые арены в Бийске и в поселке Новый Зори в Скиф-арене. Яркое шоу с участием звезд отечественного хоккея пройдет в рамках турнира Кубок губернатора Алтайского края. Помимо хозяев турнира, динамовцев сражаться за Кубок предстоит Омским крыльям и Красноярскому соколу. Старт хоккейного праздника с 25 августа. К новостям спорта мы еще вернемся, а теперь к другой теме. Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту поножовщины в Барнаульской маршрутке. Инцидент произошел накануне. Подробнее о конфликте и о других происшествиях смотрите в обзоре Данила Кузнецова. Одно из самых шокирующих событий на выходных поножовщина в автобусе номер 65 в ленточном Бару. Как сообщает один из подписчиков инцидента Барнаул, 46-летний водитель первый напал на 58-летнего пассажира. В итоге шофер получил ножевое ранение в живот и его госпитализировали. Пассажир задержан. ГУМВД назначило проверку и судебно-медицинскую экспертизу. Другое серьезное происшествие произошло уже в Змеиногорске. Там в субботу вечером в частном секторе сгорел дом. В результате пожара погибли дети. По данным следствия, женщина оставила троих несовершеннолетних у своей матери. Ночью, пока все спали, произошло возгорание. Хозяйку дома, ее сожители и двухлетнего ребенка через окно спасли местные жители. Четырехлетняя девочка и ее трехмесячный брат погибли. На место происшествия незамедлительно выехали следователи Следственного комитета. По данному факту, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по статье 109 Гонного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум лицам. А это пятничный кадр задержания подозреваемого в краже автомобилей в Алтайском крае. Его взяли в одной из угнанных иномарок на трассе, ведущей в Новосибирскую область. Угонщик действовал ночью во дворах Новосибирской области и Алтайского края. С помощью специального устройства он перехватывал код открывания сигнализации и применял устройство как ключ. Еще один из разыскиваемых автомобилей с измененными номерами оперативники обнаружили в частной мастерской. Там же обнаружены частично разукомплектованные две другие похищенные машины. По версии следствия, на счету задержанного не менее четырех фактов краж, а также две попытки угона. Подозреваемый проходит по трем статьям и сейчас грозит до 9 лет колонии. А его добычу четыре угнанных автомобиля вернули владельцам. Поставил машину на сигнализацию, поднялся домой. А утром проснулся на работу, как обычно. Выхожу, автомобиля нет. Обратился в полицию. Оперативно приехали ребята. Все мероприятия провели. Ну, в принципе, и все. Автомобиль вернули. Сейчас специалисты выясняют все подробности краж, а также пытаются найти соучастников преступлений. Данил Кузнецов. День с толком. Жители Алтайского края просят поддержать историю двух героев, которые отправились пешком из Казани до Барнаула ради спасения ребенка. Об этом мы рассказывали ровно год назад. Марат и Рушан прошли больше трех тысяч километров, чтобы привлечь внимание к болезни маленькой жительницы Барнаула Маши Яценко. На ее лечение требуется больше 120 миллионов рублей. В пути мужчины провели 60 дней, пройдя больше трех тысяч километров. Символично, что у них у самих вообще нет денег. Марат и Рушан живут на вокзале. Эта история стала известна на всю страну. В эти дни в Тольятти проходит конкурс «Современник» на экране. Среди девяти лучших работ проходит зрительское голосование. Мы будем благодарны за вашу поддержку. Чтобы проголосовать за работу, нужно навести телефон на QR-код, который вы сейчас видите на своем экране. Сюжет о Марате и Рушане под номером 5. Называется «3 тысячи километров ради жизни». Также голосование проходит в наших социальных сетях. Учитель-блогер, геймификация воспитательного процесса, необычные форматы родительских собраний. С такими темами сегодня познакомились педагоги со всего региона. Первая ассамблея классных руководителей объединила преподавателей со всего Алтайского края. Чтобы определить основные задачи на учебный год и роль классного руководителя. Подробнее расскажет моя коллега Юлия Щепина. Еще что нам мешает по пути коммуникации с нашими детьми? У них новые герои. Это кто? Погромочи, пожалуйста. Блогеры, Валентина Петровна. Конечно, блогеры. Учитель – это не только кладезь знаний, но и наставник для ученика. Под таким девизом в краевой столице сегодня стартовала первая ассамблея классных руководителей. Алтайские педагоги знакомились с новыми методиками воспитания, влиянием цифровой среды на детей. Здесь за два дня проведут более 20 мастер-классов и презентуют около 15 лучших практик воспитания. Для меня был очень интересен мастер-класс по поводу интерактивного метода в гражданском патриотическом воспитании. И там Валентина Петровна раздавала такие письма, ну, как вот войну писали треугольничками. Ну, как бы мы были детьми, она нам их раздала, и мы зачитывали оттуда конкретные, ну, какая-то история. И вот нас только тронуло, то есть прямо до мурашей. К слову, попасть на ассамблею смогли далеко не все. Участникам пришлось пройти серьезный отбор. Прежде всего, ими стали призеры и победители региональных этапов различных конкурсов, которые отличаются креативностью и нестандартным мышлением. Ассамблея объединила более 150 участников из 38 муниципалитетов края. Я сегодня уже много такого материала. Только вот прошла одна секция в одной аудитории, но огромный материал. Повезу целый чемодан уже отсюда. Чемодан уникальных практик и опыта, кстати, привезли не только местные эксперты. Например, представительница Всероссийского форума классных руководителей из Москвы рассказала о важности блогерства. Я буду рассказывать учителям, почему сейчас есть необходимость в том, чтобы представлять свой опыт и как это правильно делать. Потому что многие педагоги, к сожалению, немножко зажаты. И хочется помочь им раскрыться, потому что у каждого из них есть фишки, идеи, приемы, методики, которые уникальны и о которых должны знать все. И распространяя опыт, педагогическое сообщество будет расти. Алтайский институт развития образования занимается активным продвижением педагогического движения. Так развиваются новые направления. Выездные школы в муниципалитетах и, конечно, образовательный туризм. Образовательный туризм предполагает возможность побывать в различных образовательных организациях, где есть интересные наработки, где есть интересный опыт. И за небольшой промежуток времени, переезжая с одного муниципалитета в другой, с одного района, с одного края, тематически познакомиться на практике с опытом лучших наших коллег, лучших школ. И таким образом, возможно, диссеминировать опыт на свои школы. Ассамблею планируют сделать ежегодным традиционным мероприятием. В обозримом же будущем выход на межрегиональный уровень. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Бесплатное медицинское обследование могут пройти все желающие барнаульцы 22 и 23 августа в торгово-развлекательном центре «Простор», а с 22 по 25 августа в ТРЦ «Пионер». Акцию проводит Краевой центр медицинской профилактики. Все желающие могут проверить, как работает сердце, мышечную силу рук, определить уровень глюкозы в крови. Специалисты измерят внутриглазное и артериальное давление, рассчитают индекс массы тела и проведут спиротест. Иными словами, оценят объем легких и присутствует ли у человека нарушение функции внешнего дыхания. Обследование пройдет с 10 до 15 часов. С собой необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Своё обследование сейчас проходят и участники баскетбольного клуба «Барнаул». Спортивный сезон все ближе, и алтайские команды и мастеров уже на финальной стадии подготовки. Контрольные матчи, сборы, медицинское обследование. Все ли игроки готовы к сезону? Об этом расскажет Дмитрий Дроздов. Новый главный тренер в команде. Состав почти укомплектован. Сборы пройдены. Теперь баскетболистам «Барнаула» нужно проходить медицинское обследование. Это для профессиональных спортсменов не в новинку. А вот для клуба достижения. Впервые в истории партнером стало крупнейшее медицинское учреждение. Специалисты БСАМП-2 весь сезон будут наблюдать за здоровьем баскетболистов. Ведь медосмотр профессиональных спортсменов отличается от всех других. У спортсменов есть серьёзные нагрузки, которые отличаются от обычных пациентов. Поэтому здесь нужно обращать внимание, конечно, более пристальное внимание обращать на сердечно-судистую систему, на другие органы системы, потому что они испытывают более серьёзные нагрузки, чем мы с вами в повседневной жизни. Медицинское обследование для баскетболистов будет проходить в два этапа. На первом у спортсмена взяли все нужные анализы. А также парни прошли УЗИ, кардиограмму и других специалистов. Второй этап – невролог, кардиолог и по необходимости ещё пару врачей. В целом результаты врачи говорили, что хорошие. Поэтому теперь ждём вторую часть. Во всей обойме клуб должен быть уже к 7 октября. Именно в этот день команда в гостях сыграет свой первый матч в сезоне Суперлиги 2 против дерзкого Новосибирска. Это всегда дерби. Для нас это очень важно. Ну, мягко говоря, я бы сказал именно так. Что касается задач по сезону, ну, попадание в восьмёрку остаётся нашей задачей. То, как оно пойдёт, не знаю. Очень может быть даже какой-то своеобразный подход. Не знаю, я жду в этом году прорыва. Для болельщиков на выездной матч в Новосибирск клуб планирует организовать два автобуса. Как показывает практика прошлого года, болельщики охотно поддерживают эту инициативу и едут за командой в другой город. Бывало, что и гостевые зрители поддерживали Барнаул. Такая она, любовь болельщиков. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалёв. День с толком. Грибы-гиганты находят жители края в Алтайских лесах. Грибники делятся результатами своей тихой охоты. Вот такой дождевик на 9 килограммов – трофей грибника, который найден им в Родинском районе. На фото он едва помещается в руках. А это тоже дождевик весом в 3 килограмма. Его любители тихой охоты обнаружили недалеко от Заринска. Появлению таких огромных грибов способствуют погодные условия – тёплая и дождливая погода. Хвалятся грибники и необычными трофеями. К примеру, герой нашего сюжета Арсений Никитин в минувшие выходные собрал 5 ящиков черной лисички. Успеть за две недели. Три месяца лета пролетели незаметно. И мы решили узнать у барнаульцев, что они за это время успели или не успели сделать. Занимаемся огородом, ремонтом дома. Никуда не съездил. Ну, короче, ребята, в этом году мне не повезло. Не успел сделать, наверное, отдохнуть как следует. Съездить на море хотелось бы, но не получилось, не успел. Работы много. Скупаться. Вообще не получилось скупаться, потому что столько работы. Лето было замечательное. Было много времени для отдыха, несмотря на работу. Но хотелось бы еще съездить на море, что я и запланировала сделать в сентябре. Какие красивые места в городе Барнауле вы еще не успели посетить? И куда бы хотели сходить именно в Барнауле? В Барнауле? Ну, к сожалению, хоть я тут и работаю в центре города, я не была в обновленном старом базаре. И я не все бассейны в Барнауле обошла. Изумрудный, наверное, еще бы прогулялся разочек. Прекрасный парк. Прекрасно сделали. Что там, если особенно сравнивать с тем, что было. На самом деле у меня было очень насыщенное лето. Я успела многое. Я защитила диплом, написала его, защитила, получила. Также я съездила в Горный Алтай отдохнуть. Я выхожу замуж. Я устроилась на работу. У меня было насыщенное лето. А я напоминаю, что вы можете проголосовать за сюжет нашего телеканала. Для этого нужно навести телефон на QR-код, который сейчас вы видите на своих экранах. Также голосование проходит в наших социальных сетях. Спасибо за вашу поддержку. А далее в Алтайский край возвращается жара. Подробнее о погоде узнаем в конце выпуска новостей. Спонсор прогноза – компания «Эволар». Напоминаю, что вы можете обращаться к нам в редакцию, рассказывать о том, что вас волнует. Телефон редакции 205-545. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.